Здравствуйте! На национальном телевидении Чувашии программа «Круглый стол». Мы сегодня будем говорить о микрофинансировании малого предпринимательства. Сегодня у нас в гостях Александр Маслов, руководитель агентства поддержки малого бизнеса, предприниматель Ольга Салтыкова, предприниматель Василий Ларионов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Владимир Иванов и Александр Устинов, исполнительный директор карантинного фонда Чувашской республики. Ну и давайте сразу первый вопрос. Как начать свое дело, как получить финансы, как получить средства на то, чтобы развивать свое дело в Чувашской республике? Ну, основной проблемой для развития предпринимательства, наверное, не только в Чувашии, но и в России, является доступное финансирование на сегодняшний день. Насколько оно доступно? Вот организация, которой я руковожу, она, так скажем, предназначена для того, чтобы эту доступность обеспечить, не только там ценовую, но и физическую доступность. Мы образованы в 2009 году Министерством экономического развития, занимаемся предоставлением микрозаймов субъектам малого предпринимательства, микропредприятий. За это время у нас открыто 7 подразделений на территории республики, центральный офис в Чебоксарах. Мы открыли офисы подразделения нашей в Алатаре, в Канаше, в Шумерле, в Ядрине. Сколько предпринимателей открыли свой бизнес благодаря вашей поддержке? Ну, к сожалению, такой статистики нет. Наверное, наша поддержка все-таки является отражением экономики. Я могу вам сказать, сколько предпринимателей получило поддержку. Вот за 11 месяцев текущего года более 410 предпринимателей. Общая сумма финансирования составила порядка 500 миллионов рублей. Значит, существенным изменением в нашей деятельности стало увеличение максимальной суммы микрозайма до 3 миллионов рублей, что позволило предпринимателям привлекать более существенные суммы на развитие своей деятельности. Давайте на примерах говорить, кто, какие предприниматели вы сейчас можете на вскидку сказать, кто получил у вас в 2016 году поддержку, микрофинансовую поддержку. Ну, я, наверное, не буду конкретизировать. Может быть, я скажу, что у нас портфель диверсифицирован по отраслям. У нас получают предприниматели из производственной сферы, из оптово-розничной торговли, из сферы услуг, грузоперевозки, различные предприниматели, которые оказывают бытовые услуги какие-то. Предприниматели используют взаймы на различные коммерческие цели, как то пополнение оборотных средств, закупают товары, материалы, сырье, так и инвестиции в какие-то, в основной капитал. Это и приобретение оборудования, модернизация оборудования, приобретение недвижимости, земли, в том числе. У нас около 10% портфеля – это предприятие из сферы сельского хозяйства. Привлечение средств из МСП-банка, это дочерний банк-внешэконом, на сегодняшний день он входит в состав корпорации МСП, позволило нам увеличить максимальный срок микрозайма до 5 лет, что, соответственно, снижает ежемесячный платеж для предпринимателей, не делает его, так скажем, он не отвлекает много оборотных средств на обслуживание этого кредита, ну и, соответственно, помогает развить бизнес. Существенным, значит, также условием у нас является то, что мы предоставляем займы по несколько сниженной процентной ставке. Она на несколько процентных пунктов ниже, чем среднерыночная. Ну, вообще, очень такие хорошие условия, Василий. Вот, я так понимаю, вы получали такую поддержку. Насколько действительно она действенна, насколько она вам пригодилась, насколько вот это все нужно было вашему предприятию? Чем вы занимаетесь? Получается, в этом году мы тоже воспользовались, но неинтересно, как то, что мы в этом году получили займ, потому что мы уже достаточно давно сотрудничаем. Вот, но, интересно, первый опыт. Мы долгое время пытались в банках получить кредиты, но так как мы не имели никакого обеспечения, вообще никакого, вот, и мы узнали случайно, что в ОПМБ можно получить займ под обеспечение госконтрактов. То есть мы выполняем госконтракты, и выполняли уже до этого времени, до того, как мы обратились, достаточно долго, там, несколько лет мы работали, и решили, что вот возьмем контракт и обратимся в ОПМБ. А тот момент больше никто не предоставлял нам лично таких вот займов, и мы удивились, когда нам достаточно легко. Конечно, пакет документов был огромнейший, нам его было собрать очень сложно, но в итоге мы получили, и это нам был такой... Сколько вашему предприятию лет, сколько человек на нем трудится? Оно малое предприятие? Малое, там, меньше десяти человек работает, и мы работаем, грубо говоря, 2006 года. В 2008 году мы, как бы, отделились от первого предприятия, так вот, и сейчас у нас основное предприятие, которое мы продвигаем на рынке, там, как товарный знак, собственно, и тому подобное. Вот, но первый кредит мы получили, первый займ, года три или четыре назад, и, грубо говоря, с 2008 по 2012 год мы просто не пользовались заемными средствами, потому что не было возможности, не имея там хорошего залогового имущества, не было просто никто, все нам отказывали. А насколько важно для получения микрозайма, для получения финансовой поддержки, именно сфера, то, чем занимается предприятие, потому что вот электрооборудование, наверное, да, им всегда зеленый свет, им всегда, они всегда в приоритете. Вот, кто, Александр, вы расскажете, насколько вот важно, когда вы решаете оказать поддержку или не оказать, то, чем занимается предприятие? Конечно, в принципе, приоритет всегда прослеживается, то есть для нашей республики приоритетная градация, так скажем, это в первую очередь сельское хозяйство, вот, также в любом случае это производство, производство, будь то электротехническое оборудование, либо там, ну, каких-то продуктов питания, допустим, это в любом случае приоритетно. Вот, поэтому, если уж речь идет о гарантийном фонде, да, гарантийный фонд позволяет решить одну из таких фундаментальных проблем предпринимательства, это привлечение необходимого кредитных средств при недостаточном залоговом обеспечении. Вот, поэтому вот правительством Чувашской республики также в 2009 году был организован гарантийный фонд, и чья деятельность направлена на предоставление поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, когда у них вот как раз не хватает залоговых средств по обязательствам перед банками. Это и кредитные договора, это и договора займа. Мы с недавних времен вот как раз работаем с агентством поддержки малого бизнеса, предоставляем поручительство по договорам займа. Вот, как уже озвучил, да, в зависимости от приоритета зависит и вознаграждение фонда. Градация у нас идет от 0,5% до 1,5%, при допустимой возможности там в 3%. Сейчас вот выходит новое требование к гарантийным организациям. Вот, что касается поддержки, то вот за весь период деятельности существуемого, уже вот недавно отпраздновали семилетие организации, 406 договоров у нас было заключено. Наш сектор, он нежели немного крупнее, нежели сектор агенции поддержки малого бизнеса, там поддерживается и начинающий предприниматель. У нас, как минимум, должен 6 месяцев предприниматель вести свою хозяйственную деятельность. Вот, ну, средний объем поручителей составляет где-то 3-4 миллиона рублей. Вот, если проводить градацию с прошлым годом, в 2015-м, то сейчас есть тенденция к уменьшению договоров непосредственно заключаемых, но есть тенденция к увеличению непосредственно кредитных средств. Да, то есть в любом случае сейчас, ну, денег не хватает уже тех, стоимость тех денег, которые были, там, допустим, два года назад, поэтому сейчас стоимость, размер увеличивается. Александр, вот вы сказали о том, что есть какие-то приоритетные отрасли, да, там, производство, сельское хозяйство. У Ольги, я так понимаю, консалтинговые услуги. Насколько ей будет легко или сложно получить какую-то поддержку от агенции по поддержке малого предпринимательства, от гарантийного фонда? Проблем, в принципе, не должно быть. Главное, отнесение, там, к 209-му федеральному закону, то есть малому и среднему предпринимательству. Услуги у нас, предоставление услуг довольно-таки тоже на большом уровне, 19% у нас в общем портфеле занимает непосредственно услуги, это и консалтинговые, и предоставление движимости в аренду. То есть, в принципе, никаких особых препонов нет, вот, единственное мы кому не предоставляем, это тем, кто занимается производством и реализацией подоткрызных товаров, вот, поэтому милости просим, Ольга. Ольга, насколько нужна вам такая поддержка в вашей организации, вашему предприятию? Вот, честно говоря, если бы мне такой вопрос задали года три назад, когда мы только-только открывались, и были, конечно, сложные времена, когда на оплату, например, даже налогов нужно было положить собственные средства в банк для того, чтобы перевести их, то есть были сложные моменты, действительно. Вот на тот момент это действительно было бы очень актуально. Сейчас, когда мы встали на ноги и мы уже можем планировать определенным образом и свои расходы, и доходы на ближайшее время, может быть, это не столь актуально, но, например, я абсолютно четко знаю, что те организации, с которыми мы работаем, это организации, которые обладают каким-то уникальным даром, каким-то уникальным умением, многим из них, конечно, такая поддержка была бы необходима. И в плане финансовой поддержки, и в плане поддержки иногда, не сказать, что финансовой, а в плане того, что они производят, например, какой-то уникальный товар, продают его по всей России, иногда выходят даже на зарубежные рынки, но не всегда, например, умеют грамотно, скажем, составить свое информационное письмо, наладить коммуникации с международными партнерами. То есть такая вот не финансовая, а больше информационная поддержка в плане того, как мотивировать своих сотрудников, как преодолевать конфликтные ситуации. То есть это тоже поддержка, которая дает возможность этим компаниям в каких-то ситуациях не упасть, например, духом, понимать, в чем они, возможно, неправы, что они делают не совсем верно, и что они могут исправить для того, чтобы идти вперед такими очень уже уверенными шагами. Поэтому я считаю, что финансовая поддержка – это то, что абсолютно необходимо на первых этапах развития малого предпринимательства. И, возможно, тогда, когда компания переходит на новый качественный уровень. Но все-таки, если говорить лично обо мне, то я, наверное, воспитана была в таком духе, что лучше рассчитывать только на себя. Поэтому в данном случае я не совсем репрезентативный пример. Владимир Николаевич, но вот Ольга сейчас затронула не только финансовую помощь, но и не финансовую поддержку. Какая поддержка оказывается не финансовым малым предпринимателям, малому бизнесу? Ну, во-первых, у нас есть бизнес-инкубатор при Минэкономразвитии. Бизнес-инкубатор оказывает ряд услуг. Во-первых, он бесплатно по заявкам предпринимателей предоставляет бизнес-планы. Во-вторых, при бизнес-инкубаторе есть центр экспортной поддержки. Тоже очень важная организация, которая помогает предпринимателям выйти на соседние рынки иностранных государств. Они оказывают ряд таких важных видов поддержки. Во-первых, готовят за свой счет хороший квалифицированный перевод тех предложений, материалов презентационных, которые существуют в предприятии. На самом деле, грамотно довести до иностранных партнеров и правильно перевести вот этот материал – это очень важное умение. И не все переводчики, которые у нас есть в республике, это умеют. А новинки законодательства какие-то в этой отрасли? Тоже можно получить информацию об этом? И что сейчас? Новинки законодательства, безусловно, можно получить и в бизнес-инкубаторе. Но я думаю, что предприниматели достаточно мобильные. Они смотрят в интернет. И вот какие самые основные интересные изменения в законодательстве? Ну, во-первых, до 2021 года продлено для предпринимателей использования единого налога на умененный доход. Напомню, что предприниматели предполагали, что в 2018 году дверь в единый налог на умененный доход будет закрыта. И долгое время требовали от правительства, от государственных органов продления действия этого налога. Этот налог, на самом деле, особенно для бытовых услуг, для розничной торговли очень выгоден и прост для эксплуатации. И в то же время немаленькие деньги предприниматели платят, значит, оплачивают этот налог. Потом в этом году увеличили, принят закон об увеличении со следующего года оборота для предпринимателей, который находится на упрощенной системе налогообложения до 120 миллионов. Напомню, что был сейчас оборот 60 миллионов. По большому счету предприниматели, которые более-менее встали на ноги, 60 миллионов преодолевают очень быстро этот порог сейчас. И эта поддержка тоже очень важна. Для чего? Для того, чтобы не вести громоздкую бухгалтерию по общей системе налогообложения. Ну и, соответственно, налоговая нагрузка все-таки по упрощенке гораздо меньше получается. И еще бы хотел обратить на два момента. Но, во-первых, предприниматели давно просили, что в случае первого нарушения их штрафы, которые налагаются по кодексу об административных правонарушениях, заменялись на предупреждение. И, наконец-то, в июле этого года этот закон вступил в силу. И теперь при том, что если предприниматель впервые делает нарушение в течение года, то он освобождается от штрафов. У нас уже есть первое решение в Чувашской республике, в частности, Управление федеральной антимонопольной службы пошло на замену штрафа на предупреждение. Я думаю, что это такое очень важное нововведение. И на что хочу еще обратить внимание. До 31 декабря 2018 года введен мораторий на выездные проверки в отношениях субъектов малого бизнеса. Я думаю, что предприниматели это тоже оценивают. И если есть выездные проверки, то это, как правило, в те организации, которые связаны с риском здоровья граждан. Это, во-первых. И, во-вторых, только это выездные проверки внеплановые, которые касаются ответа на заявления граждан по недоброкачественной продукции. То есть, вот это целый ряд изменений в законодательстве, я думаю, что упростит жизнь предпринимателей. И если мы видим по опросам предпринимателей, если раньше номером один был вопрос, это по контролю надзорной деятельности, то теперь этот вопрос ушел на седьмое-восьмое место. Он перестал быть таким острым. Ну, наверное, на первый план сейчас выходит вопрос налогообложения, да? Вот, Василий, вас не кошмарят? Да нет, не кошмарят. Нам фискальные органы. Не кошмарят. То есть, если раньше, допустим, мы, правда, работали на общей системе, то там количество требований, там проверок было значительно больше. То сейчас их практически нет. И как-то сказать, что кошмарят в плане налоговой или каких-то других надзорных органов, этого нет. Я хотел бы сказать, да, тоже добавить, вот в плане налоговой, вообще все контролирующие органы переходят на рискориентированный подход и приходят на предприятие только в том случае, если они уверены, что существует 100% нарушения законодательства. Что касается налоговой, за 9 месяцев этого года было налоговым органам проведено чуть больше 200 проверок выездных. При том, что у нас с вами 50 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, я думаю, что это совсем небольшая цифра. Доначислено, правда, была достаточно большая сумма, больше, чем полтора миллиарда рублей. То есть, по средней, среднее доначисление на каждую проверку получается 6,5 миллионов рублей. Это, кстати, общая средняя цифра вообще по Российской Федерации, не только по Чувашской Республике, мы выясняли. Но в целом налоговое практически предприятие, которое добросовестно оплачивает налоги, они не трогают. Вот предпринимателей хочется узнать, да, вот вы, Ольга, сказали, что вам важна сейчас не финансовая, а скорее помощь, да, вот какая-то, в том числе и вашим партнерам, да, которые с вами работают, больше консультативная какая-то помощь. А получаете ли такая помощь, получаете ли вы ее, или вы все-таки там пытаетесь сами каким-то образом войти в какую-то дверь, методом пропа ошибок, опыт какой-то свой нарабатываете? Ну, в данном случае, если говорить про нашу республику, то сейчас очень хорошие встречи как раз вот с Владимиром Николаевичем Ивановым по вопросам, которые всплывают и которые иногда не знаешь, кому задать. То есть есть конкретный вопрос, и ты не знаешь дверь, в которую нужно стучаться, и телефон, по которому нужно звонить. В этом плане я считаю, что очень мобильные эти встречи, они действительно дают определенный продукт, результат, который дает возможность не спотыкаться на каких-то очах, и идти дальше уже понимая ту или иную сферу лучше. Потому что, конечно, предпринимательству современному нужно быть настолько универсальным. Они должны быть и психологами современные предприниматели, и юристами, и бухгалтерами, и, там, скажем, профессионалами в каком-то узком своем сегменте. И поэтому в данном случае очень хороши еще те или иные встречи в таком формате нетворкинга, когда происходит взаимодействие на тех или иных коммуникативных площадках. Слава богу, сейчас их в нашем городе достаточно много. Это и различные конференции, и встречи, и открытые площадки, когда происходит обмен опытом. И, как правило, это всегда самое ценное. Как коллеги справились с той или иной ситуацией? Как они, например, достигли тех результатов, которые действительно имеют вес? Василий, вам какая помощь нужна? Финансы вам нужны, консультации нужны, освобождение от каких-то налоговых выплат, может быть? Я за те годы, что мы работаем, попользовался, наверное, почти всеми видами поддержки. В том числе мы участвовали в выставках. Это огромная помощь, потому что стоимость выставочного стенда, она просто бывает заоблачной. Мы поездили не только по России, мы ездили в Киев, ездили в другие страны на выставке. Благодаря поддержке, рецепт нас вывозило, и получается венчурный фонд, с венчурным фондом мы ездили на выставке. Это первая поддержка, которая нам очень так помогла, потому что мы продвигали свое оборудование по всей России. Удивляюсь, когда мои знакомые не пользуются возможностью. Сколько раз за, не знаю, раз в три года, раз в пять лет, раз в год можно получить микрофинансовую поддержку от ваших организаций? Ну, можно получать сколько угодно раз. Единственное условие, чтобы единомоментно максимальная сумма задолженности предпринимателя перед агентством не превышала трех миллионов рублей. То есть можно привлечь микрозайм в размере трех миллионов рублей, выплачивать его в течение года, когда у вас остаток задолженности будет порядка полутора миллионов рублей, вы можете еще полтора миллиона привлечь в любое время. То есть главное, чтобы в один момент не было больше трех миллионов. То есть практически каждый год малое предприятие может обращаться за поддержкой на развитие бизнеса, да? На что обычно просят средства? Средства просят, в принципе, как на пополнение оборотных, так и приобретение основных средств. Вот, здесь даже, наверное, где-то 50 на 50. Вот, ну, в основном это дополнительное развитие, то есть установка каких-то дополнительных цехов, оборудования, увеличение вообще в целом объема там и так далее. Вот, а также много, говоря, обращений, которые вот именно носят характер пополнения оборотных средств. Я так понимаю, что, наверное, на выплату зарплаты сотрудникам нельзя получить, да, средства, и на выплату налогов. Это вот... Да, совершенно верно. У нас микрозаймы предоставляются именно на развитие бизнеса. Мы стараемся, так скажем, предоставлять финансирование для расширения, так скажем, создания рабочих мест. Текущие платежи какие-то по налогам и зарплате, ну, естественно, это какие-то такие вещи, которые предприниматель уплачивает, должен уплачивать, в общем-то, из своих оборотных средств. Это никак не повлияет именно на развитие бизнеса. Мы все-таки стараемся бизнес развивать, открывать новые точки, увеличивать парк производственного оборудования, увеличивать оборотные средства для сельхозтоваропроизводителей. Налоги и зарплаты, это, конечно, в нашей деятельности. У меня есть друзья, которые занимаются в IT-сфере, в Москве работают, у них предприятие производственное есть. Так вот, у них получить поддержку, да, ну, как они говорят, или они, может быть, сами просто не знают о том, что эту поддержку достаточно легко получить. Вот, у них, они говорят, что, ну, нереально, там, допустим, и по программе модернизации получить, и другие какие-то виды поддержки, финансовые именно, вот, то случай с Чувашской республикой, я не знаю, предпринимателям, мне кажется, абсолютно там с улицы, если у них хороший проект, если есть, как бы, ну, я просто в плане себя говорю, поддержка, она реально оказывается не людям там, которые там, родственники, там, друзья и тому подобное. Поддержка есть. Абсолютно все, мы, на самом деле, это вот в нашей республике, по крайней мере, это чувствуется, потому что, друзья мне, которые в других регионах, конечно, очень-очень сложно получить, ну, на моем деле. Предприниматели все более активно, кстати, используют возможность получения субсидий на обновление производств, на лизинговые платежи, на выставочную деятельность, активнее пользуются. В год в республике выделяется на эти формы поддержки около 100 миллионов невозвратных денег. Единственное условие, вот вы задавали вопрос, кто получает приоритет. В информационной карте, которую оформляют предприниматели, там есть два или три основных пункта. Первый пункт – это число новых рабочих мест, которые будет предприниматель создавать. И второй пункт, наверное, основной – это средняя заработная плата, какая была и какая станет. То есть вот эти два основных пункта являются решающими при определении, кто получит грант. Ну и, безусловно, конечно, предприниматели обязаны потом исполнить свои обязательства. По вот этим двум характеристикам. И потом многие, кстати, используют форму поддержки не раз. То есть получили один раз, на следующий год еще раз заявляются, выполняют свои обязательства. И одновременно и государство, с одной стороны, выполняет свои обязательства по увеличению количества рабочих мест. И таким образом оно финансируется. Не хочется, конечно, вот говорить несколько негативно. А есть такие предприниматели, которые не возвращают? Много таких у нас? Не возвращают. А, имеете в виду про займы? Займы, да. Займы, да. Ну, по нашей статистике у нас просроченного основного долга не превышает 2% от всего портфеля. То есть 98% предпринимателей своевременно и в полном объеме, соответственно, возвращают средства и развивают свой бизнес. Мне кажется, это очень хороший процент. Что касается гарантийных событий, то гарантийные фонды зачастую сравнивают со страховыми компаниями. Но вы не найдете ни одну, наверное, страховую компанию, где не было бы страховых случаев. У нас также присутствует уровень, конечно, определенный выплат по обязательствам субъектов. На сегодняшний момент соотношение вот этих выплат к общему объему выданных поручительств у нас составляет 4,3% при максимально допустимых 7%. То есть также держим на уровне, работаем, соответственно, конечно, с банками, партнерами нашими. И в принципе... А сколько стоит, интересно, предоставление гарантии у вас? Предоставление гарантии у нас стоит от 0,5% до 1,5% в зависимости от сферы деятельности. То есть тот процент, он, в принципе, наши риски не покрывает. Поэтому мы, в принципе, и несем свою задачу, некоммерческая организация. Поэтому если бы наши риски покрывались, то процент был бы, соответственно, не ниже 6-7%. Хочу обратить внимание на то, что 17-й год будет очень принципиальным для развития предпринимательства. Владимир Владимирович Путин в своем послании заявил о начале дискуссии о будущей системе налогообложения. Нынешняя система налогообложения была заложена в 97-98 году, очень прошлого века. С нулевых она годов показала себя неплохо. Но времена меняются, меняются запросы и предпринимателей, и общества. И в связи с этим с 18-го года, с 1-го января, я думаю, что мы будем жить уже в новой системе налогообложения. И поэтому я прошу, даже очень серьезно прошу предпринимателей включаться в эту дискуссию, предлагать свое видение системы налогообложения для того, чтобы, во-первых, вообще налоговая система должна стимулировать развитие экономики и предпринимательства. И вот какие будут проценты и какие будут приоритеты, зависит в первую очередь от нас, от тех, кто участвует в экономических процессах. Я думаю, что следующий год нужно провести очень продуктивно в этой сфере и уже на ближайшие лет 15-20 выйти с новыми законами, которые будут стимулировать развитие нашей экономики и бизнеса. Спасибо большое. Спасибо за участие в нашей программе. Я напомню, что сегодня мы говорили о микрофинансировании малого предпринимательства. Спасибо. До свидания.